Приветствую вас, Аноним. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Вот, я его прочитал. Вот, снимал стаконус. Ну, собственно, вы на мой взгляд поступаете с вопросом несколько лукаво, вы не задаете никакой вопрос, да, вы не делаете, собственно, никакого запроса, вы просто спрашиваете мнение. А мнение здесь, как бы, на мой взгляд, быть не может, потому что жизнь ваша. Вот, и единственное, что можно сделать, единственное, что может сделать, вот, с точки зрения профессиональной психотерапии и психологии специалист, это, в общем-то, указать вам на некоторые моменты, которые, ну, вот, с позиции той или иной школы психотерапии, взглядов психотерапии, являются актуальными. На что бы я обратил ваше внимание? Ну, во-первых, я бы обратил ваше внимание на ощущение тотальной борьбы надлома и жертвенности в вашем рассказе. Это первое. То есть, то, что вы делаете, то, чем вы занимаетесь, да, казалось бы, вы это делаете, потому что вам хочется, вам нравится, но есть ощущение, что вы постоянно себя пересидываете, есть ощущение, что вы постоянно себя мучаете, передавливаете и так далее. Есть ощущение, что вы, как будто, пытаетесь доказать, что вы чего-то достойны, то есть, как будто у вас, вот, постоянно борьба за такое, вот, своего рода, право на жизнь, постоянно борьба за место по солнцам и то, как вы себя ведете, в целом представляется мне ориентированием на внешнюю, с целью поиска ресурсов, с целью поддержки и так далее, но очень слабая надежда на вас саму, как мне кажется. Мне кажется, что вы себя, ну, в общем-то, именно вот себя, вы знаете, ну, крайне-крайне поверхностно и точно так же вы, мне кажется, себя чувствуете так же, достаточно поверхностно. поверхностно, на что указывает то, что вы, ну, во-первых, ведете хронологию, то есть, в такой хронологии, это вот месяц, год, все это, такое ощущение, что фиксируете, это свидетельствует о, довольно, ну, о большой силе интеллекта у вас, на самом деле, хорошо развит интеллект, но вот эмоциональная сфера, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ эмоционально-чувственную сферу развивать, эмоциональный интеллект повышать, чтобы вы лучше чувствовали себя, чтобы вы лучше ощущали себя, чтобы вы лучше ощущали и чувствовали другого человека, вот, потому что есть у меня ощущение, что так как вы относитесь к себе довольно пренебрежительно и в целом вы относитесь к себе как, как, ну, к инструменту, на мой взгляд вы также относитесь и к другому человеку, то же как к инструменту, а вы не инструменту. Я бы здесь ещё выделил момент, такой момент, как общественное порицание, я бы так его выразил, вот, можно было бы сказать ещё и позор, но, мне кажется, общественное порицание, это нечто большее, чем позор, позор, это такая локальная история, а вот общественное порицание, это в целом некий такой феномен, который является нежелательным для определённого круга людей, для определённого количества людей, для определённой категории людей, мне кажется, что вы относитесь к этой, к этой категории людей, вот почему. Мне кажется, что вам очень важно быть на хорошем счету, мне кажется, что вы члены нуждаются в признании, мне кажется, что то, как складываются ваши отношения с родителями, то, как вы пытаетесь занять достойное место в обществе, свидетельствует о том, что общественное порицание, общественное мнение и и какое-то вот, для страны, для вас очень важно, что вы склонны к некой полярности, к некой поляризации, точнее, восприятию. Что это значит? Это значит, что вы склонны с какими-то моментами соглашаться, но если вы соглашаетесь, то вы соглашаетесь полностью, полностью. А с какими-то моментами вы склонны не соглашаться, если вы не соглашаетесь, вы тоже не соглашаетесь полностью. При этом вы можете быть некатегоричны, при этом вы можете быть внимательны к деталям, при этом вы можете облабать хорошими аналитическими способностями и так далее. Но вот этот момент, что внутренний фильтр восприятия обратной связи извне у вас отсутствует, очень важен. Опять же, связано с тем, что вы себя не чувствуете. Вот. И вот это вот общественное порицание, да, как вот такое явление в вашей жизни, оно, мне кажется, связано с неким обесцениванием вами себя, самой себя. Вот. В результате, ну, некоторого отношения, конечно, в вашей семье, вот. Вследствие чего вы цепляетесь за других людей. Это, мне кажется, вынуждает вас не чувствовать границы, личной границы, между вами и партнёром, с которыми вы вступает в отношения. В частности, говоря о запретах и о нарушении личных границ и об определенных требованиях, здесь есть два момента. Первый момент, это то, что у меня в этой части сложилось впечатление, что вам довольно тяжело в досуге себя занимать, что вы хотите внимания своего партнёра из неуверенности в себе, может быть, из страха, что вас сбросят или что вы не нужны, то есть из-за ощущения несамодостаточности. Условно говоря, не имея возможности привлечь внимание своего партнёра, естественным образом вы не начинаете требовать этого от него, это первое. И второе, это то, что, ну, собственно, любой запрет и любая директивность в отношениях, на мой взгляд, может быть тогда, когда партнёр это приемлет и партнёру это нравится. В остальных случаях это крайне-крайне деструктивный элемент, и мне не очень понятно ваше отношение к этому. То есть, ну, вот вы что-то запрещаете ему, вот вы что-то там не даёте ему, а... И как вы сами к этому относитесь? Если для вас это нормально, то для парня это не нормально. И, соответственно, вам нужно смотреть, что в этом, что в запрете важного для вас, в запретах, в ограничениях, важного для вас. Мне кажется, что отношение это не про ограничения, а на них. Мне кажется, что отношение это наоборот, про кодоразвитие, про расширение сознания, что ли. В контексте работы, такая очень важная часть вашей жизни, вот, в контексте работы. Мне кажется, что обоснование и закрепление в европейской стране для вас нечто большее, чем просто потребность в реализации. Вообще, если честно, вот именно про профессиональную реализацию, как раз, речи, на мой взгляд, не идёт. Как это мне парадоксально звучит. Именно про профессиональную реализацию, речи не идёт вообще. По крайней мере, я этого не ощущаю. Я не ощущаю, что идёт речь про профессиональную реализацию. У меня есть ощущение, что речь идёт о жемугольном, только не про это. У меня есть ощущение, что речь идёт про, как я уже говорил, ваше желание что-то показать. У меня есть ощущение, что речь идёт про бегство. У меня есть ощущение, что речь идёт про компенсацию, например, ну, допустим. То есть, что угодно, кроме профессиональной реализации. Мне кажется, что это может быть одной из феноменов, на которые мне бы хотелось обратить ваше внимание. Почему? Потому что вопрос такой, волей-неволей встаёт такой вопрос. Что вам может быть интересно в жизни вообще? Что вам может вдохновлять в жизни вообще? Что вам может нравиться в жизни вообще? Вот, эм, на мой взгляд, это важно. Потому что, эм, ну, вы, по моим ощущениям, эм, практически не раскрываете этого. Вау. Такое ощущение, что у вас, ээ, кроме желания загребиться, ээ, в стране, эээ, больше нет никаких увлечений, нет развлечений, нет интересов, нет хобби. И себя вы воспринимаете, эээ, я повторюсь, как инструмент. Вот, если вы воспринимаете себя как инструмент, то, в общем-то, ничего удивительного в том, эээ, что, у вас есть трудности в отношениях, если вы заметили, вы довольно многое часто меняете мужчин, меняете мужчин. Вот, и, эээ, вы, эээ, как бы пытаетесь на мужчину рядом с вами опереться. Я так думаю, что вы пытаетесь, эээ, от мужчины рядом с вами получить то, что, чего вам, ну, словно, там не хватает. Да? Вот. А вам не хватает, эээ, поддержки, вам не хватает какой-то обратной связи, вам не хватает именно обратной связи. Мне кажется, что в адекватной обратной связи, эээ, на ваши поступки, выборы, действий и так далее, вы нуждаетесь, эээ, ну, мне кажется, достаточно сильно. Вот, у вас, мне, опять же, эээ, повторюсь, эээ, мне кажется, что у вас этого нет. То есть вы, ээээ, эээ, мне кажется, что такого опыта у вас, эээ, ну, такого опыта у вас нет, мне кажется. Я могу ошибаться, конечно, вот, мне кажется, что такого опыта у вас нет. И, эээ, психотерапевт, эээ, может, ээээ, дать, ээээ, вам, как раз, таки, эту самую обратную, ээээ, связь. И научить вас лучше чувствовать, чувствовать себя. Вот. И, когда и если вы будете себя, эээ, лучше, эээээ, ощущать, вы сможете более качественно устраивать отношения с ээээ, людьми, конечно же. Вот. И ваша жизнь, ээээ, изменится, ваша жизнь, ээээ, станет более, более естественной, более качественной, более, эээээ, гармоничной, что ли. Вот. Такой вот момент. Для этого нужно учиться чувствовать себя, учиться принимать себя, ээээ, и свои, ну, ощущения, да, то, что вам хочется, то, в чем вы, ну, в чем вы нуждаетесь, да, учиться говорить о своих чувствах. А вы, вот, то, что вы, например, срываетесь, это свидетельствует о том, что вы подавляете себе свои переживания. То есть, словно говоря, это делает, ээээ, не только ваш мужчина, мужчина, но и вы тоже. Вот. Такой вот момент. Поэтому, ээээ, я думаю, что вам нужна терапия, я думаю, что у вас очень много боли, у вас очень много страхов, у вас очень много тревоги. Вот, у вас очень много переживаний определенных, и мне кажется, что какие-то из этих переживаний связаны с чувством вины. Мне кажется, вы, эээ, вполне легко можете себя, эээ, виноватить, эээ, вот, а виноватить себя, это, конечно, эээ, позиция крайне деструктивная. Вот. И, ни к чему не приводясь. Вот, поэтому, эээ, ну, пока, вот, позиция моя по данному вопросу. На этом все, я надеюсь, что помог вам, эээ, надеюсь, что ээээ, мой ответ сформулирует у вас обратную связь, ээээ, которая подходит началом работы над собой. Она вам необходима. А я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что эээ, ваша ситуация будет разрешена самым у, у, лучшим образом. Вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...